Масштабная реконструкция Красной площади в столице – часть государственной программы развития культуры и туризма, в рамках которой создается кластер «Чуваше сердце Волги». Работы проведут в несколько этапов. В этом году подрядная организация предстоит освоить 430 миллионов рублей. В рамках реконструкции запланировано большое количество работ. Набережную планируют озеленить, установить навигационные стенды, оборудовать велопарковку и детскую площадку, доступную для детей с ограниченными возможностями. Не обойдется и без подземных работ, в числе которых и санация трубопровода по новейшей немецкой технологии. Санация проходит путем прокладки полимерного рукава немецкой фирмы «Беролина Линнер» БКП. То есть он протаскивается, потом он надувается и проходят лампы ультрафиолетовые, которые инициируют отверждение этого рукава. В этом трубопроводе появляется новая труба. Как выясняется на практике, у новых технологий масса преимуществ. Бестраншейность, во-первых. Потом дешевизна. Гораздо дешевле, чем прокладывать новый трубопровод. И, соответственно, пропускная способность этого трубопровода тоже увеличивается. Планируем завершить в течение двух-трех недель. Сроки сдачи у нас 15 октября. Для контроля прокладки рукава и шеф-монтажа компания-производитель направила в регион немецких специалистов. Данная технология применяется по всему миру. На любом континенте эта технология используется уже. То, что мы увидели здесь, конечно, это достаточно сложная стройка. Но в любом случае подготовительные работы были проведены очень хорошо. Поэтому мы смогли успешно здесь внедрить данную технологию. Напомним, что первый этап работ планируется завершить к 1 ноября. Следующий этап реконструкции начнется весной 2020 года. В целом же модернизацию Красной площади планируют завершить до ноября 2021 года. Богдана Дойникова, Республика.